Всем доброго здоровья! Итак, миссионеры от армянской истории. Хитарян Нунегургеновна, преподаватель армянского языка и истории, окончила исторический факультет Ереванского государственного университета. Лекция об удивительных особенностях армянского языка. Сразу скажу, что армянский язык, как никакой другой, нуждается в этих удивительных особенностях. Я бы даже сказал, в фантастических, сверхъестественных возможностях. Иначе трудно объяснить, как он вообще выжил, да еще и сохранял свои первобытные прелести. Без этого языкового чуда, о котором сейчас мы услышим, слепить некий армянский этнос, не поврежденный тысячелетиями, было бы просто невозможно. У нас будет краткий исторический обзор развития армянского языка на фоне происходящих в самой Армении и во всем мире событий. Как исторический процесс развития исторических событий отражается на нашем языке. Всем нам знакомо это выражение «язык мой, враг мой». Древнегреческое изречение, которое авторство этой фразы приписывают вот этому человеку. Историческая личность, между прочим. Но он больше известен как такой полумифический, полулегендарный баснописец Эзок. Любопытно, что Ануне начинает говорить о развитии армянского языка со слов «язык мой, враг мой». Словно какая-то криптоистина рвется на свет из подсознания Ануне. Почему я начала с Эзопом? Потому что на самом деле этот человек по своему происхождению, благодаря своему происхождению, имеет некое отношение и к нам. К нам, то есть к армянам. Интересно. Как я уже сказала, он жил в VI веке до н.э. И был выходцем из Фригии. Вот эта карта Малой Азии, античного периода. Я почему выбрала именно эту карту? Потому что здесь показаны почти все государства, которые существовали параллельно древнему армянскому государству. Давайте я расшифрую на всякий случай. Возможно, подчеркиваю, возможно, на территории под названием Армения 2-3 тысячи лет назад существовало государство. Ну, государство не в современном понимании этого слова. Просто некий сильный и могущественный человек подчинил себе массу простолюдинов и заставил их работать на себя. Потом подарил этих работников сыну, тот своему сыну, и так дальше. Вот такое государство имеется в виду. Но вероятность того, что все эти люди, то есть и правители, и подданные, являются предками исключительно Нунемхитарян, Филиппа Эказьянса и других носителей этих ярко выраженных фамилий, равняется примерно нулю. Продолжаем. Итак, Эзоп жил параллельно с древнеармянским государством, согласно немецкой карте XIX века. Понятно. Как видите, центральную часть занимает государство Фригия. Что мы знаем о фригийцах? Мы знаем, что у них был полумифический царь Гордиос, который и завязал тот вот страшный узел на своей карете или телеге, выставил в центральном храме столицы Гордиона, то есть он назвал столицу в честь себя и предрек всему человечеству. Тот, кто развяжет этот узел, тот станет властелином мира. Второй великий фригиец, который остался в памяти человечества, это Эзоп. Все. Всего два известных фригийца. Но это пока еще Нуне не закончило. Сейчас и этих не останется. Еще говорят, что фригийцы и армяне одного и того же происхождения, это уже говорит Геродот, и это только потому, что и те, и другие носили одинаковые колпаки. У армян это назывались фригийские колпаки, у фригийцев назывались армянские колпаки. И вот на этом основании Геродот сделал заключение, что это родственные племена. Остановимся, вернее, остановим эту женщину. Во-первых, что значит одного происхождения? От Ноя? От Адама? Или они родились на одной и той же территории? Тогда что имеется в виду? В одной деревне? Или на одном континенте? И во-вторых, что значит говорят? Кто конкретно говорит? Геродот? Геродот такого не говорил. Вот что написано у него. Армении же, будучи переселенцами из фригийской земли, имели фригийское вооружение. Все, больше ничего. Конкретно те армяне, о которых рассказывает Геродот, были переселенцами из фригии и имели фригийское вооружение. А про происхождение армянского народа здесь ничего не сказано. Теперь фригийский колпак. Это известный головной убор в традиционной историографии. Может быть, Армении из книги Геродота и носили фригийские колпаки. Но вот чтобы фригийцы называли свои фригийские колпаки армянскими, таких свидетельств нет. Это Нона Гургеновна придумала сама для связанности текста. Но вот раз фригийский колпак превратился в армянский. Теперь давайте проследим всю логику Ноне. Гордиос и Эзоп – они фригийцы. Ну, что-то там про древние параллели. Немецкая карта XIX века. Немножко Геродота. Немножко перефразированного и переосмысленного. И вот уже Гордиос и Эзоп носят армянские колпаки. Красиво, да? А самое замечательное – это то, что фригийцы уже никому не смогут объяснить, что они не армяне. Потому что их давным-давно нет. А мы есть. И армянский колпак есть. И готов к использованию. Все это, конечно, очень интересно. Но только где тут про развитие армянского языка? Бесследно исчезла не только фригия, бесследно исчезла Лидия, Пафлагония, Писидия, Кавия, Камагена. То есть Вифиния. Огромное количество стран, которые исчезли бесследно. Почему? Потому что у них не было письменности. И они не смогли сохранить, зафиксировать свой родной язык. Тут все верно. Если нет письменности, невозможно сохранить язык. И неважно, вы изобрели эту письменность или кто-то другой. Важно, чтобы она была. Письменность – это обязательное условие сохранения языка. А язык – обязательное условие сохранения народа. Нет языка – нет народа. Итак, армяне, в отличие от всяких там древнепараллельных, сумели сохранить свой язык. Предположим, что так. Хотя с фригийцами там что-то не сложилось, поскольку у них все-таки была письменность. Даже две – старая фригийская, новая фригийская. Нужно разобраться с этим. Но меня, и не только меня, давно мучает вопрос. А как армянам удавалось сохранять и фиксировать свой язык до Маштоца? Тогда, когда письменности еще не было. И отсюда вытекает другой вопрос. А как армяне сохранялись как народ? Без языка-то. Ну, она же сама говорит, что это невозможно. Теперь вы можете мне возразить, что письменность у нас появилась благодаря Маштоцу. Безусловно. Но у нас была своя особая письменность при Иванском царстве, так называемом Урарту. Это клинопись, специфическая чисто армянская ванская клинопись, специфическая чисто армянская ванская клинопись. А ведь гениальный ответ. Да, говорит Ноне, армянской письменности не было, но была ванская клинопись. Но это была чисто армянская ванская клинопись. И согласно Ноне, черточками и палочками записывались армянские слова. Чисто армянские ванские слова. Вот так работает армянский колпак. Вот так мы хранили и фиксировали свой армянский язык. А если вас это не убедило, дорогой слушатель, то вот вам еще один неоспоримый факт, кроме того, что у нас была чисто армянская ванская клинопись. И мы очень умело использовали так называемое арамейское письмо. Короче, мы фиксировали это все ванскими черточками и палочками. И еще, на всякий случай, записывали все это на арамейском. Видимо, на чисто армянском арамейском. В ожидании, когда родится месропмаштоц. Да, у нас был комплексный подход. А другие параллельные народы не додумались до такого простого решения. А могли бы, допустим, греческий алфавит назвать чисто пофлаганийским греческим алфавитом. И сохранились бы как народ. Пофлаганийцы были бы сейчас, жили бы рядом. Ну, видно, не хватило им нашего чисто армянского ума. Не судьба. Почему без письменности язык не может существовать? Потому что если языковые единицы, правила орфографии, грамматики не фиксировать в письменном виде, то язык будет распадаться на бесконечное количество диалектов, полудиалектов, которые рано или поздно потеряют между собой всякое сходство. И нельзя будет уже все это многообразие и разнообразие назвать одним и тем же языком. Теперь о том, была ли ванская клинопись армянская. Если по названию места, где она была впервые обнаружена, то она, собственно, ванская. Если по названию государства, которое якобы существовало в том месте, в то время, которым датирована ванская клинопись, то она должна называться урартийская или урардская. Если же по названию государства, на территории которого она была найдена, то она вообще турецкая. Армянского в ней ничего нет. Но армянская историография нашла лазейку, как всегда. Ванская скала очень удачно расположена на территории армянского Нагорья, что и решило судьбу ванской клинописи. И она стала чисто армянской ванской клинописью. Хотя могла бы стать и чисто анатолийской, курдской, и там даже азербайджанской. Не верите? Но она вам показала карту древнего мира, сделанную в конце 19 века, так? А я вам покажу карту конца 17 века, сделанную в конце 17 века. Вот озеро Ван на земле Азербайджан. Чу, какие вопросы? Перед вами чисто азербайджанская ванская клинопись. Вот наша самая известная клинопись. Это свидетельство о построении крепости Эре-Бу-Нен. А это очень интересное историческое явление. Это межевые камни царя Арташеса. Чем они интересны? Здесь арамейское письмо, то есть здесь нет гласных, одни согласные. Но это можно считать первым удостоверением личности человека на нашей земле. Царское удостоверение личности. Здесь и вот на этих последующих межевых камнях. Видите, вот царская символика, символ царской тиары. И здесь написано Арташес, сын Зареха, Ервандакан Добрый. По-армянски это звучит. Арташес, ворки Зарехи, Ервандакан Бари. Насчет символа царской тиары спорить не буду. Тиара так тиара. Сейчас заборы так украшают. Там и надписи, кстати, на заборах тоже. Интересно другое. Но она говорит, что здесь написано. Еще раз послушаем. Арташес, ворки Зарехи, Ервандакан Бари. И никто не задает вопрос, откуда вообще известно, как звучали эти 15 гласных. В этой фразе 15 гласных. И где именно нужно было их вставить. В арамейском же нет гласных. По-арамейски ведь нельзя написать Арташес, сын Зареха. Придется написать Арташес, сын Зареха. И при пересечении сирийской границы царю сказали, нет, царь Арташес. Это же не твое имя написано. Надо переделать паспорт нормально. Мы, как страна, которая привыкла ни в чем себе не отказывать в историческом плане. Первые школы, христианские школы, открыл сам Григорий Просветитель. Так что было чему учить. Какими письменными знаками, какими фонетическими знаками. Это уже вопрос, который, в общем-то, не представляет первостепенной важности. Только что Нуне доказывала нам, что писали ванскими палочками, черточками, арамейскими согласными. А теперь говорит, что все это не важно. Ну ладно, а почему не важно-то? Потому что все равно удалось сохранить фонетическую самостоятельность и фонетическую особенность армянского языка. Того языка, который уже две тысячи лет никто не слышал. И понятия не имеет, как он звучал. Ну, никто, кроме Нуне. Мы, как страна, которая привыкла ни в чем себе не отказывать в историческом плане. Был ли Маштоц первым создателем армянского алфавита? Или до Маштоца уже был армянский алфавит? Просто давайте сейчас это оставим в сторону и зафиксируем, что до Маштоца была письменность. Да, для Нуне и для других миссионеров от армянской истории очень важно, чтобы мы поверили им на слово, что у армян до Маштоца была письменность. Потому что если не было армянской письменности, то не было и армянского языка. А если не было армянского языка, то не было и армянского народа. Ибо все это неразрывно связано. А если до Маштоца не было армянского языка, то историю армянского народа придется обрезать аж по самый пятый век, когда откровение посетило Месропа и небеса открыли ему священные знаки армянской азбуки. Но если и эта история окажется фантазией, вдруг, что не исключено, то время рождения армянского народа придется поднимать еще выше по хронологической шкале, аж до крестовых походов. А там может оказаться, что армянами называли европейских крестоносцев, которые осели в Малой Азии. И в конце концов армянским историкам придется присмотреться и к моей версии, в которой говорится, что зарождение армянского народа в том виде, в котором он существует сегодня, началось в 17 веке и не веком ранее. Братья-армяне, вопросов очень много, но вы верьте, мы справимся. Унывать не надо, надо бодричком. С Богом.